Встречайте первого гостя! Модный приговор, голос, точь-в-точь, контрольная закупка. Всем этим шоу гораздо больше лет, чем нашей героине. Тем не менее, она собирается вести их все. Ведь она самая телегиничная, самая профессиональная, самая лучшая! Ева Смирнова! Ева Смирнова! Ева, а открой мне секрет, зачем ты выходила на пятках? Ну, потому что я иногда люблю ходить на пятках. Прикольно, по-разному ходить. Ты такая красотка, ты знаешь? Я знаю. Знаешь, да? У тебя сегодня прическа, ты знаешь, я не знаю, как ты обычно ходишь, но какая-то стрижка у тебя такая модная, такая модная у тебя сегодня стрижка. Спасибо. А кто тебе сделал такую стрижку? Моя мама. Она работает парикмахером. Ты маме машешь, да? Мама у тебя молодец просто. А можно я кое-что сажусь своим зрителям? Конечно. Дорогие зрители, я думаю, если вы считаете, что я такая красивая, когда делаете тоже такие прически, как и у меня. Неожиданно пошла реклама маминого салона. Мама работает парикмахером, а папа кем работает? Он работает в Питере. Серьезный человек. Люди, которые работают в Питере, они очень серьезные. Ну, это мой папа несерьезный. Мой папа самый красивый муж, которого я уже видела. Из тех многочисленных мужей, которых ты знала, да? Кем ты хочешь стать, Ева? Я хочу стать полицией. Полицией? Если я увижу преступника, то сразу его вклеить прям. Вклеить преступника. Правильно. Сразу его вклеить. Если я его увижу следы, сразу пойду за ними, а он прям за ведром увижу, прям его вклеить прям. Посмотри на зал, а тут нету преступников, некого задержать сейчас прям? Да не, нет. Уверена? Уверена. А то, может быть, сразу кого-то вклеить? Да у вас же нет клетки. Логично. Ева, какие у тебя еще интересы? Что ты любишь делать? Телевизор смотреть, играть. А сказки ты рассказываешь? Да я еще не умею сказки рассказывать. Ну, по крайней мере, когда ты планируешь научиться рассказывать сказки? Когда я научусь, буду своему ребенку читать сказку. Ты так все распланировала, Ева? Да. Это серьезные планы на всю жизнь. Ты уже откладываешь деньги в пенсионный фонд? Откладываю. Правильно. У меня даже уже есть кошелек розовый. Розовый кошелек у тебя есть? Да. А сколько там денег в кошельке? Сколько? Пять. Никому не скажем. Пять рублей? А как ты планируешь потратить свои сбережения? Когда вырасту. Правильно. Пока не надо. Пока не надо. Я еще пока не вырасту. Конечно. Ты вырастешь. Рубль вырастет. Я так понимаю, что ты любишь смотреть телевизор. Да. А какие тебе передачи нравятся? Мне нравятся передачи новостей. Да. Да. Сразу видно, что ты дочка человека из Петербурга. АПЛОДИСМЕНТЫ Ева, я предлагаю тебе... Тишина. А то все не будут меня слышать. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты меня сейчас напугала. Нет, как раз им ты очень нравишься, поэтому они так восторгуются. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И мы ждем новости на Первом канале. Давай? Ура! Пошли. Пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Держись. Поближе мы вот так, да, подъедем? Угу. Замечательно. Смотрите, я выше всех. Да, ты молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, мы с Евой готовы начать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь тишина. Угу. Добрый вечер. Это не детские новости. В студии ведущая Ева Смирнова и... АПЛОДИСМЕНТЫ И Макс Галкин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж. Я всех рада видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с политики. Ева, вам слово. Что-нибудь расскажите нам о политике. Какие последние новости из США? А у нас последние новости. Если смешать холодный с горячим, какой получится? Теплый. Правильно. А если смешать холодный с теплым, какой получится? Прохладный. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Это был наш политический эксперт Ева Смирнова со своей аллегорией на либералов и консерваторов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ева, как эксперт по международным отношениям, скажите, какова ситуация с выборами в США? Я люблю очень животные, я котенок. А вы не могли бы конкретнее сказать по поводу проигрыша Хиллари Клинтон? Можно я кое-что скажу с зрителем? Да, давайте. Поднимите руки, кто любит котенка? Итак, мы узнали число людей, симпатизирующих Дональду Трампу. Итак, что скажете по поводу проигрыша Хиллари Клинтон на президентских выборах в США? Так тебе и надо курица-помада. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Извините, уважаемые телезрители, мы продолжаем новости. Ева, вы же еще и спортивный аналитик. В 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу в России. Скажите, как научить людей играть в футбол за два года? Просто надо тренироваться. Вот так же им и говорит тренер. А они все не тренируются и не тренируются. Это были новости спорта. Ева, скажите, а если футболисты не хотят тренироваться? То значит их арестовать. Вклеть их. Правильно, Ева. Перейдем к следующим новостям. Если в одном городе не достроен стадион, как наказать людей? Кто вообще хохотал? Действительно. Кто хохотал? Поднимите руки и вклеть их. Вклеть. Перейдем к следующим новостям. Теперь тишина. Кто вообще смеялся опять? Сто раз уже повторяю. Сто раз. Будущая глава избиркома России Ева Смирнова. Не смейтесь, люди, выборы — это не смешно. С вами были Ева Смирнова и... Макс Галкин. Ева Смирнова. Ева Смирнова. Ева, дорогая, спасибо тебе большое. Я думаю, что у тебя получится быть замечательной телеведущей. Ты большая молодец. Но так как зрители тебя любят, я думаю, можно позволять им иногда смеяться и аплодировать. Потому что они очень хорошо к себе относятся. Спасибо! Ева Смирнова! Пошли на пятках. Пойдем сюда, сюда, Ева. Сюда, пойдем. Что же спросить, так пойду?